Всем привет дорогие друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды, так лига мастеров, лига сёгунов, я чувствую нас сбросили очень сильно, потому что я два дня не мог играть, естественно из-за работы, не было такой возможности у меня, посмотрим, лига сёгунов 2 звезды, но ранг 8, то есть мы с тобой в лигу сёгунов 3 звездочки сейчас залетим, в принципе в легкую. Так, дай-ка я кое-что гляну, так, бесплатно пак, во-первых, откроем, выпадает нам тут Джастин, его пучеглазые глаза можно за километр узнать, так, сразится серия боя, ну давай, пройдём серия испытаний, фиг с ним, возьмём вот эту, чтобы попроще и побыстрее нам сделать всё. Так вот, пропускаем, и кто у нас тут? Тут у нас классика или оригиналы? Оригиналы, конечно же, оригиналы, друзья мои, с которыми мы быстренько с вами должны справиться. Чё-то быстренько не получилось. Так, у нас Леонардо кто? Дед в пальто. Ну я так и думал, я вспомнил, ребят, что у него... Вот он ещё взял провокацию, естественно, с уклоняшкой. А ну-ка, масуху. Всё, не помогло ему это и уклонение, и то, что он там провокацию свою взял, просто мы его быстренько забомбили. Ну что же, это хорошие новости, а мы двигаемся с вами дальше по направлению к нашим победам. Так, подняться... Какой подняться? Поднять уровень персонажа. Да не буду я, чего вы достали уже? Значит так, ищем нашего крысиного крылья. Переходим в навыки и смотрим. Шесть силовых ячеек крыльев. Поехали искать. Тут нету. Здесь нету. Одна выпала. Одну мы с тобой нашли, одну только лишь. Нужно ещё пять. Так, вторая. Третья. Третья, слушай, это уже хорошо. Четвёртая. И... Получается... Последнюю, да, нужно идти? Так, пятая. А их там, по-моему, шесть нужно было. Ну да. Их нужно было шесть. Микроскопы эти всякие тут выпадают. Ну хорош уже. Вот она. Вот она силовая ячейка кренгов. Значит, нам нужно будет потом ещё найти десять ящиков с инструментами. И до четвёртой степени мы прокачаем ему. До четвёртого разряда. Так, ну что, здесь вроде бы всё. В испытаниях, ребят, сегодня, по идее, должна открыться черепашья буря. Через два часа двадцать две минуты. То есть, завтра можно будет, в принципе, пройти. А сегодня я пока... Жетоны, естественно, ребят, жетоны. А вначале сливаем всю пиццу. О, пятьдесят жетонов. Как хорошо. Сразу же четыре бакса. Так, выпадает сплинтер. Всё, пиццы как будто здесь и не было. Теперь переходим уже за сыр. Так, Эйплил Кунаичи. Камень Талик. Золотые осколки. Так, Шинегами. Сорок жетонов. Так, Алапекс. И... Слушай, ещё нормально. Тут три доллара. Радарные маяки. И последний. Микеланджело. Блин, чё-то... Как, ребята, я говорю. Как вот у меня всё есть, я начинаю фармить. Так, мне выпадают сразу все персонажи. Обалдеть. В общем, ребята, у нас пятьсот восемьдесят жетонов. Поэтому быстренько отправляемся в магазин. И приобретаем три ДНК на нашего... Пасхального Бибобчика. Всё. Ещё десять ДНК. И мы его сможем поднять по рангу. Ну, а у нас арена. Турнирная, конечно же. Поехали. Так, шестнадцать двадцать один. Всё. Вопросов нету. Шестнадцать двадцать один. Здесь я возьму... Ну, давай начнём вот так вот. Тихо, Шреддер, куда лезешь? Блин, а подожди, Аленардо... Ладно, будем надеяться, что он справится. Правда, я не помню, чтобы он шестидесятников вырубался на вертушке, но... Доверимся им им. Как всегда. Доверился, блин. Доня, будь добр, а? Или хильнуться лучше? Давай, наверное, лучше хильнёмся. Вот теперь попробуем так делать. Есть. Да... Нет, Аленардо, я не знаю, ребята. До седьмой ступени прокачан у него вот этот вот круговой удар... Мечами. И всё равно он не справляется. Но, зато мы с тобой вернулись в Лигу Сёгонов Три Звезды. Естественно, это меня не устраивает. Сегодня пятница. Пятница, да? Суббота, воскресенье, понедельник. Что у нас получается? Так. Суббота в ночь, воскресенье в ночь. А в понедельник у меня, ребята, как раз выходной. Вот что я тебе скажу. Значит, должен быть у нас буст. Погнали, Алекс. Ах, Алекс, Алекс. Ну что же. Давай, Армагон, тебе сейчас немножко тут... Помурыжит. Он любит мурыжить. Поехали. Я думаю, что одного удара будет достаточно, да? Армагона. Чтобы они все тут распластались. Давай проверим. Конечно, конечно, ребят. Даже не стоило сомневаться в этом. Что он всех вырубит. Всё у него здесь хорошо получилось. И мы двигаемся далее. Так, переходим, значит, на... Восемьдесят пятую позицию. Так, а мне дадут шестнадцать двадцать два или что? Или я не заслужил, типа, ещё? Типа я ещё слабачок, да? Типа я слабачок. Хорошо. Сейчас я вам уструю слабачка. Так, Армагон, возвращайся. Пятьдесят девятый, шестьдесят первый ранг. А что такой маленький ранг у них, кстати? Ну, не ранг, а уровень. Я имею в виду наших противников. Мы как бы повышаемся в лиге. А противников нам почему-то дают слабее и слабее. Интересно. Ну что, Армагон, как всегда, в своём репертуаре. С одной плюшки выносит абсолютно всю уражескую команду. И мы с тобой двигаемся дальше. Мне просто, в моих интересах, ребята, как можно быстрее сегодня дойти до высшей лиги. Хотя бы в лиге мастеров пускай будет три звезды. Не топовое место, но хотя бы три звезды. Ну, что-то мне подсказывает фигушки. И мы такое сегодня получим удовольствие. Да не хотят они мне давать, вот понимаешь? Не хотят. Вот 16.21 как вот уперлись. И всё. Вот понижать только могут. 15.20 дать. Хорошо. Давай, Армагон, опять же возвращаем его. Пока у нас есть резервы, будем стоять. Так, ну что, тут Лео. Ну да, тут, наверное, Лео. Два Леонарда. Давай, с одной плюшки, пожалуйста, их. Как всегда, Армагон. Ребят нас не подводят. Это... Сколько вот сейчас посмотрим? Мы переходим с тобой... Ступенек за один поединок. Сыгранный. Так, ну, 70-е было, предположим. 57-й. То есть... 10... От 10 до 12. Ну, в крайнем случае, 13, там, 14, да? Ступенек. Ну, это мало, ребят. Это очень мало. Да. Если бы ступенек бы 20-25, да ещё в самом худшем раскладе, это бы ещё куда-нибудь шло. Но 10-13 никуда не годится. Ладно, у нас выбора-то особого нет. Мы же ничего не можем никак повлиять здесь на это дело. Поэтому придётся терпеть. Терпеть эти унижения. Ребят. Сколько там у нас? 57-я. Сейчас будет где-то 42-я, да? 44-я. 16-22. Неужели дали мне 16-22? Отлично. Спасибо. Так, Армагон, подожди. Да ёк, Макарёк. Ваня, куда лезешь? Супер-шреддер, да, значит? И... Ой, рискуем-то мы как сильно. Ё-моё. Ой, как сильно мы рискуем. Если сейчас супер-шреддер облажается, полетят тут у меня головушки-то с плеч. Ну, он всё сделал отлично, ребят. На всех повесил постепенку, плюс оставил у всех очень мало ХП. И, соответственно, здесь мы проходим. Но уже очень большие риски. Вот они стоят того, нет? Чтобы так продолжать дальше рисковать. Не знаю, ребят. 29-я позиция. 16-22. По-прежнему актуально. Я возьму, наверное, Бакстер Стопман здесь. И Ваньку. Бакстер Стопман и Ванька. И плюс вот эти вот три. Крип. Кирби, да. И Саблезуб. Ну что? Ну да, конечно же, Майки-то. Самый первый. Слушай, они не жильцы здесь. На них, ребят, висит постепенно урон. Они всё равно, если даже начнут свой ход, соответственно, будут падать. Так что Бакстер Стопман здесь очень даже неплохо своей волной нам помог. Очень круто. Ну что, пошли дальше. Так, ну что, чувствую Лигу Мастеров. Через, наверное, поединок-другой будет уже. Это приятная новость. Так, откатик. Нет, нет, Рокзар, ты пока постой. Пока мы тут без тебя попробуем. Раз, два, три. А через два часа, не знаю, ребята, может быть вечером, если будет время, я отдельно сниму. Но там будет круто. В общем, напиши мне в комментах, хочешь ли ты посмотреть сегодня, именно сегодня, черепашью бурю прохождения её. Там, как ты помнишь, будет всего лишь три поединка, но там такие смачные поединки. То есть, и доллары, и жетоны разыгрываются, да? То есть, одно из наших любимых событий. По крайней мере, моё так точно. Ну что, ребята, я перешёл в Лигу Мастеров одна звезда, это уже хорошо. Но, как видишь, повышение покупкам нам пока тут не светит. 16.22 и всё. Ладно. Я тоже не буду ни на чём тут настаивать. Возьмём Донателло, на всякий случай, возьмём Майки. Да и вот так вот сделаем. Блин, не хотелось бы, конечно, по два отката, никуда не денешься, придётся сейчас тратить. Дальше мы не сможем просто продвигаться, вот и всё. Так, поехали. Шипы. Обожаю, когда на всех вешается постепенный урон. Просто обожаю. Потому что это 100% гарантия, что они... Ну, не в этот ход, но в следующий так точно отдуплятся. Потому что он, насколько помню, два хода длится. Постепенный урон. Так, ну что, 87-я позиция. Опять же, 12, 13, 10 ступенек остаётся за нами. Такое право по продвижению. Давай я возьму Армагона здесь. Пускай будет тут у нас Усаги. Ко всему прочему, раз, два, три. Ну, Армагона Усаги, его никто не приплюнет. Есть, только, конечно, здесь не будет Микеланджело. А его, по-моему, в этой пачке я и не видел. Да, здесь нету Майки. Есть только морозильная кошка, но я думаю, это не помеха нам. Хинуть, и она всё равно не успеет. Хотя она выжила. Ну, это такой временный фактор. Потому что Армагон не даёт дальше врагам ни шанса на выживание. Окей, двигаемся дальше тогда. С восемьдесят седьмой на семьдесят четвёртую. Что-то как-то мало дали нам. Так, семнадцать двадцать три, друзья мои. Новый, как говорится, уровень по кубкам. Сегодня получили. Так, девяносто два. Давай, наверное, возьмём здесь Рафаэля, Рокзара и Джестина. То есть, отыгрываем свои последние резервы, которые можем без вспомогаловки. Ну, естественно, кроме как Шреддера на откате держать. И всё. Допустим. Так, кто тут у нас? Самый такой живучий. Ну, давай сделаем вот так, наверное. Мусорный ураган от Макмана. Это что-то. Это сила. Опять задают, ребята, вопрос в комментариях. Рэй, кого лучше качать? Кого лучше качать? Ребят, я уже раньше так вообще твердил чуть ли не в каждой серии. По возможности, по возможности качайте в первую очередь любых массовых персонажей, которые наносят массовую атаку. Любых. Маленький, слабенький, тощенький. Бери и прокачивай. В любом случае, любой массовик будет приносить тебе больше, как говорится, успехов, чем какой-нибудь соло-боец. Вот. Это как бы, ну, просто азы, можно так сказать. По-другому тут, ну, не выкрутиться никак будет. Поэтому берешь бойца, а самый первый боец, насколько ты знаешь, это у нас Леонардо, который выпадает, именно его прокачивай, потому что у него есть вертушка, у него есть хил, то есть он вообще довольно универсальный чувак, и бьет он тоже очень сильно. Так, слушай, что-то у нас тут, по-моему, поэтому вот берешь и прокачиваешь, и все. И больше вопросов у тебя не будет. Ну, а потом уже, конечно же, со временем ты начинаешь прокачивать хилов, провокаторов и тому подобное. Но в первую очередь я все-таки рекомендовал бы, наверное, все-таки массовиков, да. Потому что я когда помню, именно с массовых атак я начал какое-то дальнейшее продвижение. Если прокачивать именно провокатора, то я бы, наверное, порекомендовал бы в первую очередь прокачивать Рафаэля. Потому что у него есть контратака. То есть ты прекрасно знаешь, что он, если будет стоять в танке, его обидят, он, естественно, в ответ даст сдачу, и это очень круто. На продвижение это очень хорошо влияет. Так что как бы не жмись, прокачивай. Ну, а уже если брать по топовым бойцам, то, конечно же, там уже идет Армагон, Усаги, Супер Шреддер, вот такие вот, которые у меня в данный момент прокачаны. Которые я могу сказать, что они 100% одни из лучших бойцов на данный момент, которые у меня есть. Конечно, я еще хочу очень много кого протестить. Нет у меня такой возможности, потому что они прокачаны у меня по фулке, поэтому я ничего не могу тебе сказать, но вот в данный момент у меня, наверное, ты видел из серии к серию, у меня в приоритете это Супер Шреддер, Армагон, это Усаги, это Леонардо, вот такая вот. И они все в основном массовики, именно массовые атаки имеют. И за счет них вот проходишь, ты начинаешь проходить потихоньку арену, соответственно, в конце недели ты начинаешь получать платья на осколке, прокачивать своих персонажей, и вот так вот, так вот потихоньку, 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 они тебе и в событиях пригодятся на прохождение. Так что Микеланджело стоит тоже брать на самых первых этапах, именно тот, который у нас с уклонением. Потому что он очень может хорошо помочь тебе в команде с сильным соперником. Дать тебе возможность уклониться от ударов и, соответственно, наказать. А чем сильнее противника ты побеждаешь, тем, как говорится, большой плюшок ты получаешь. То есть, это и по кубкам, это и на фарме все засчитывается. Как-то вот так вот. А больше пока сказать нечего. Если кто-то спрашивает, откуда ты взял супершреддеры или еще там какого-либо персонажа, которого нет в обычном списке, ребята, ну, события. Конечно же, только на событиях можно получать эти ДНК. Больше ты их нигде. Но из пака могут выпасть, если у тебя есть такая возможность получить этот пак. Но там шансов мало. В основном из событий. Все, что я получал всех своих персонажей, это именно из событий. Все. Только оттуда мне они выпадали и только там я их, естественно, и фармил. Других вариантов как бы не было. Нет, было еще когда вот черепашек я собирал смятение из другого измерения. Я помню, когда первые бои были, не то, что даже первые бои, когда мы только начали играть, я это смятение ну просто не мог пройти. Я там где-то встревал. Теперь мы это смятение проходим на изи, но, как ты понимаешь, они все черепашки у меня есть, как бы мы уже проходим ради удовольствия. Ну, то, чтобы получить там немножко наград или еще что-нибудь. Поэтому, как бы на смятение тоже не подзабивайте, проходите, оно вам пригодится. Проходите докуда сможете, в любом случае вы все равно будете выигрышем. Так, ну что, у нас чуть-чуть остается, чтобы перейти в Лигу Мастеров, я так понимаю, две звездочки. Совсем чуть-чуть, я не знаю, хватит ли у нас откатов, там осталось, по-моему, шесть штук или семь. На три максимум четыре поединка. Ну, я думаю, наверное, все-таки хватит. Все-таки, наверное, хватит нам. Так, переходим в Лигу Мастеров, две звезды, 95-я у нас позиция. Так, откатики прямо на глазах, друзья, тают, прямо на глазах. Раз, два, три, раз, два, три. А бойцов еще дофигища на самом-то деле. Там на поединке три-четыре так точно, но откатов не хватит. Ну, то, что мы уже в Лигу Мастеров две звезды зашли и сейчас займем где-то, надеюсь, за эти поединки где-то 60-е, 50-е место, это тоже идет к нам в плюс. Например, завтра, завтра, завтра мне на работу, ладно, в ночь, днем поиграем. Завтра мы можем с тобой, ну, наверное, уже конкретно приблизиться, а может даже и зайти в Лигу Мастеров три звездочки. Там уже будет видно ближе, как говорится, к игре, к прохождению. Так, ну что, берем Ромагуна, давай опять же супершредера и, как ты понимаешь, у нас всего два отката остается всего лишь АРС-2. Как бы я ни хотел, ни старался, вряд ли мы, конечно, сможем здесь отыграть, хотя, если мы сейчас сделаем с тобой по одному откату и там еще кое-что есть, какой резерв у нас, да, 80-ников, через них если только отыграть, можно, в принципе, рискнуть, но это не дает нам как бы стопроцентной уверенности, что у нас никто здесь не упадет. Секешь, да, что у меня? То есть, я сейчас возьму, например, супершредера вместе с ним 80-ников вперемешку, опять же, и попробую типа своими силами, чтобы потратить один откат, а не два, как мы это делаем, а у нас все равно последний. Тихо, то есть, у нас все равно выбора нет. Окей. Ну, вот смотри, что я хотел сделать. Берем супершредера, да, например. Раз, два, ну и вот так вот, к примеру. Нет, конечно, мы можем с тобой купить спокойненько откатов, бакса нам позволяет, только я в этом сейчас не вижу смысла никакого тратиться. Так, кунай, ну и все, сам видишь, какой итог. Итог, то, что мы здесь победили, победили и прошли. А бойцы все-таки остались без отыгрыша. Итак, 58-я позиция. Ну, что, ребят, мутагена у нас хватает там на уровень Макману? Хватает. 93-й уровень он зарабатывает сегодня. 110 у нас платиновых осколков. Так, это мы все обмениваем. Это нам ковериться не нужно, мешается только здесь. И забираем остатки от наград. Все, друзья мои. В общем, вечером, если захотите, мы попробуем пройти. Ну, что значит попробуем? Мы не попробуем, мы пройдем. Испытание черепашья буря. Ну, опять же, опять же, друзья мои, про сыр не забываем. Если накопится сыр, а это... Это вряд ли. Мы можем, конечно, купить... Да, что-то про сыр-то я не подумал. Ладно. Ближе к вечеру разберусь. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.